Привет, друзья! Вы часто в комментариях писали и просили меня, чтобы я снял урок о том, как рисовать волосы. И сегодня я вам покажу самый простой способ, как нарисовать волосы. Не просто какой-то взятый урок где-то там в книжке или в учебнике, а вот именно то, как я рисую волосы. Покажу вам рисовать как волосы на собственном портрете. Я сбегал в зеркало, за 5 минуточек набросал набросочек. Итак, представьте себе, что волосы это скульптура. То есть, вот вы так схематично вырисовали волосы, и в дальнейшем вам объемные красивые волосы будет нарисовать довольно-таки просто. Сейчас объясню как. Прежде всего, отойдите в зеркало и посмотрите в зеркало на себя, но издалека, и посмотрите, что вы увидите в своих... Ну, посмотрите на свои волосы. Я вас уверяю, вы увидите не по отдельности каждый волосок, а вы увидите примерно скульптуру. Вы просто увидите темные и светлые участки. То есть, грубо говоря, вы увидите темный, здесь светлый, здесь потемнее. То есть, вот как получается. Вы отойдете в зеркало, вы не будете видеть издалека каждую вырисованную волосинку. Да вам это и не надо. Вы увидите просто объем, как вот скульпторы делают. Просто некую такую форму, и ваши волосы издалека будут примерно вот так, по секторам поделены. Вот, то есть, примерно вот здесь будет темный участок, здесь будет тоже какой-нибудь темный участочек. Да, вот здесь будет посветлее немножко. Здесь будет опять потемнее. Вот здесь будет немножко светлее, грубо говоря. Здесь чуть потемнее. И что мы в итоге видим? У нас такая схематичная создалась скульптура. Сначала вы рисовываете волосы так, именно по цветам. Не надо заморачиваться, рисуя отдельно каждый волосок. Это все мы сделаем в конце. Сперва поработайте с тоном и цветом. То есть, самые темные, самые светлые участки. Это самый простой способ нарисовать волосы, и он действеннее всего. Во всех своих портретах я рисую волосы именно по этому принципу. Я сначала рисую схематично. То есть, рисую где темнее, где светлее. А потом уже выцарапываю ножичками или стеркой, стираю отдельные волоски. Вы можете посмотреть все мои портреты и убедиться, что этот способ работает, потому что волосы получаются хорошо. Итак, друзья, когда вы вот так схематично все зарисовали, то есть, грубо говоря, это ваша скульптура, которая еще как неограненный бриллиант. И вот, что мы с вами видим. Сейчас мы начинаем работать, чтобы уже наши волосы выглядели реалистично. Берем резинку или ножичек, кому как удобнее, и начинаем делать волоски. То есть, видите, как все просто. Не надо вырисовывать часами отдельные волоски. Ну, я все схематично рисую, да? Я не буду сейчас вырисовывать очень красиво. И за счет игры цвета и света у нас получаются реалистичные волосы. Вот видите, да? Грубо говоря, кажется, что здесь есть объем, вот где я обвожу, да? То есть, что здесь сюда бьет свет, и здесь можно, допустим, потом дорисовать карандашиками еще волоски, чтобы это все выглядело еще реалистичней. Или процарапать ножичком. Если бумага толстая и позволяет вам, то вы можете все это процарапать ножичком. Вот так берем и выцарапаем отдельные волоски. Сейчас я зум приближу. Ну, я все это схематично нарисовал, да? Ну, вот, грубо говоря, берем, да? Особенно на холсте. Если вы на холсте рисуете, то это вообще классно. И выцарапаем. То есть, видите, нам не надо в самом начале вырисовывать все эти отдельные волоски. Я нарисовал это за 2 минутки, но выглядит довольно-таки неплохо. Сейчас я еще все для вас повторю. Я повторяюсь, это самый легкий способ нарисовать волосы. Я вам плохого не посоветую. Честно, я все прически именно так рисую. И вы, ну, раньше все думали, блин, слушайте, а как рисовать волосы? Это же так сложно. Я вас уверяю, ничего подобного. Вот руки, да, руки гораздо сложнее рисовать. Волосы нарисовать на самом деле очень просто. Повторяем за мной. То есть, вот, грубо говоря, вы нарисовали портрет, вот так схематично, и повторяем за мной. Ну, можете себя рисовать. Смотрите в зеркало, да? То есть, просто вот делим волосы по участкам. Не вырисовываем там, не стараемся поначалу вырисовывать отдельные волоски. Это ошибка всех начинающих. Не надо вот так вот, у вас уйдет много времени. Проще всего сначала, как скульптура, разбить все по цветам. Самое важное, это темные и светлые участки нарисовать в нужном месте, чтобы волосы ваши были объемные. То есть, ну, смотрим, как реально падает свет. Потому что объем создается за счет вот этого вот преломления света. Повторяем за мной. Эти волосы я нарисую буквально там за 5 минут, да? Ну, а если по-нормальному, то уходит часа 2, грубо говоря, на прическу. Но это гораздо меньше, если бы я вырисовывал каждый отдельный волосок. Это было бы ужас просто. Видите, как постепенно у нас заполняется пространство? То есть, грубо говоря, как скульптура. С кучеряемыми волосами все примерно то же самое, но немножко сложнее. Надо просто привыкнуть. То есть, там участки, да, надо вот немножко, грубо говоря, вот так по кругу делать. Ну, а тут более прямее получается, потому что прическа прямая у меня. Я тоже раньше долго не умел рисовать волосы, пока вот не придумал этот способ. Вернее, я умел рисовать волосы, но на это уходило дольше времени. Можете даже по секторам себе разбивать. Вот, грубо говоря, вырисовали прическу, то есть, разбили на сектора. То есть, вот так вот. Сюда совсем темненький, сделать сюда посветлее, сюда темнее. Ну, как на портрете, с которого вы рисуете. Ну, вот мы подходим к завершению, когда уже можно вырисовывать волоски. Берем резинку или ножичек, и как нам удобнее, вот. Начинаем творить чудеса. Наша прическа приобретает более реалистичный вид. Так вот за 5 минут мы вырисовали с вами так вот схематично прическу. Потом вы можете взять обратно карандашик и уже вот немножко так добавить волос. Вот так вот добавить, добавить. Ну, вы поняли сам принцип. То есть, всегда создается скульптура такая, грубо говоря, маска, да, по которой вы уже творите. Ножичком. Я сейчас неаккуратненько это все делаю. Только чтобы вам показать, как здорово и быстро это получается. Ну вот, у нас готова почти что прическа. Так что помните, друзья, что рисовать это совсем не сложно. Главное, знать просто как. Тогда будет гораздо проще. И запомните, мы как скульптуры, мы сначала сделали форму, как скульптора, потом сделали грубые штрихи. Вот это все как бы закрасили и потом уже начали работать над вырисованием маленьких деталей. С женскими волосами, друзья, все то же самое. То есть, мы как скульптуры нарисовали портрет, да, грубо говоря, и вырисовали такую схематичную форму. А что будет дальше? Дальше я вот эти все участки зарисую темным и, ну, и менее темным. То есть, темным, светлым, темным, светлым, темным, светлым. Когда это я все зарисую, я возьму опять резиночку, ножичек и начну уже вырисовывать и дорисовывать волоски. То есть, все то же самое, что и с мужскими волосами. Ну, немножко сложнее, потому что все-таки больше волос и кучерявые. А так все делим на участки. Это все очень просто, друзья. Попробуйте, у вас все получится. Наверное, потом я вам покажу, что получится из этого. Сейчас я буду рисовать. Камеру я выключу, потому что это очень все долго. Тут у меня 2 часа уйдет на эти волосы. Я забыл совсем. Видите, я даже здесь уже начал немножко. То есть, вот просто участки. Просто темные, светлые. Здесь, допустим, будет посветлее, здесь я и рисую посветлее. Не заморачиваюсь я. То есть, сейчас каждые отдельные волоски я не снижу тут 3 часа. И вот так по отдельности. Это ошибка. Это не нужно. Так никто не делает. Думаю, даже великие художники сначала начинают с грубых форм. То есть, вот так темнее, светлее. Темнее, светлее создают. Сначала такую скульптуру. Еще раз повторюсь. Вот так вот здесь светлее. Но всегда только наблюдайте за тем, что рисуете. Не потеряйте это. То есть, не переборщите. Чтобы у вас все не получилось одного цвета. Одного. Ну да, одного цвета. Темненький, светленький. Темненький, светленький. Ну и вот так вот постепенно по всей поверхности начинаем работать. Не работайте постоянно на одном месте, потому что вы устанете. Работайте по всей площади. То есть, здесь порисовали, здесь порисовали. Но мне так удобнее. Не знаю, может вам так и неудобно. Работайте, наверное, больше, как вам удобнее. Тут, тут. Так, так. Я думаю, вы прислушаетесь к моему совету, потому что вы все-таки видели, что на остальных портретах у меня волосы получаются... Ну, не буду хвастаться, но не шикарно. Ну, так, прилично довольно-таки. Покажу вам все-таки еще цветной вариант. То есть, мы делаем все то же самое. То, что я перед этим делал. Как я рисовал эти волосы, объясню. Просто, опять же, закрасил участки. Здесь темный, здесь светлый, здесь темнее, здесь опять темный, здесь посветлее, здесь посветлее, здесь потемнее, ну и так далее. И все это выглядело просто, как цветная масса. Потом я взял терочку, да, немножко сделал детализацию. Остальное выцарапал вот таким вот ножичком. И потом цветным карандашом просто добавил линии. И вот у нас получаются такие довольно-таки реалистичные волосы. Еще, друзья, хотел посоветовать, если вам будет удобно, можете вырезать вот такие трафаретики разные. Я их вырезал из пластика. Но если у вас нет пластика, можете из картона вырезать. Из обычного или из толстой бумаги. Вам это поможет рисовать, ну, допустим, кучерявые волосы. То есть принцип сирот тот же самый остается. Там темные, светлые участки, темные, светлые. Но если вам, допустим, надо затемнить какую-то часть, вот, например, вот эту вот, прикладываете вот так вот трафаретик, вот так вот кисточкой немножко проводите, и вы не выходите за поля, ну, которые вам не надо выходить. То есть там, где вам надо было оставить светлый участок, там у вас и остается светлый участок. А там, где вам надо было затемнить, там вы затемнили. Видите, да, как получается? Сейчас немножко приближе. Вот видите, я приблизил, да, То есть этот участок остался нетронутый. Если бы вы рисовали без трафарета, вам было бы сложнее. Я уже привык без трафарета, но вы бы немножко могли, допустим, выползти из-за поля, где вам не надо, да? То есть можете даже вот кучеряшки рисовать по трафарету. Вот можно еще такой трафаретик вырезать. Это все я вырезал вручную. Из любого картона и так далее. И рисовать вам будет удобнее, если вы, грубо говоря, портрет рисуете. Допустим, где-нибудь здесь, вот лицо. Вот здесь вот. Если вы без трафарета, вы можете лицо запачкать. А так вы прикладываете трафарет. Вот так вот приложили трафарет. Кисточкой начинаете работать. Хоп, приблизили. Вот получилось вот так вот красиво. Друзья, мы видим, процесс продвигается. Видите, никакой детализации на ранних стадиях я не делаю. Только закрашиваю темный участок, светлый участок. А если вам надо сделать вот такие вот, да? Ну, это даже не линия, это темно. И как я отделяю, то есть вот этими трафаретиками прикладываю, да? Какой мне нужен изгиб. И делаю вот участочек здесь, допустим, темнее. Вот, хоп, сделал. Даже новичок, да? Не умеющий рисовать кучеряшки запросто сможет это сделать с помощью вот таких трафаретиков. Ну, кучеряшки немножко сложнее, конечно, рисовать. Для начала попробуйте вот такую прическу, как у меня была, которую я перед этим вам показывал. Кстати, друзья, рисую это кисточкой. Но этот способ действует, если вы будете рисовать карандашом. То есть все то же самое. Я просто рисую таким напылением даже. У меня краска такая масляная специальная. Она очень похожа на карандаш, если вы видите, да? Как будто я карандашом рисую. Но это на самом деле краска масляная. То есть, ну, ничего не меняется. Она так же, как и карандаш. Вот она проводишь, да? И она стирается так же, как и карандаш, шестерочка, спокойненько. Ну вот, друзья, спустя 3 часа я дорисовал волосы, как я вас и учил, схематично. То есть мы работали только с цветом. Черный, белый, черный, белый. Никакие отдельные волоски я не вырисовал. Эта детализация будет сейчас проводиться, да? Если мне надо было где-то закруглить, так я закруглил по трафаретам, как я вам показывал. То есть видим, что получается с помощью всего лишь работы над цветами. Сейчас вам покажу дальше, как проводить детализацию. Берем ластик и начинаем, где нам надо. Аккуратненько вырисовывать уже такие волоски. Видите, сразу вот этот участок, да, живее смотрится. Ну, в принципе, кому как удобнее. Вы можете это делать ножичком или стеркой. Сейчас я приближу. Ну, все, я вам показывать не буду. Я сейчас пару частей детализую и буду уже на этом выключать, потому что слишком долго записывать все. Ну, вот так, не спеша, видите, начинайте работать над детализацией. Видите, как оживают участки, где мы проводим с теркой, да? Волосы становятся сразу живые. Ну, можно карандашиком вырисовать что-то. Ну, вот, наши волосы потихонечку оживают. Я записываю. Да. Сейчас. Все, друзья, меня зовут. Можно, друзья, еще нашим волосам добавить немножко четкости. То есть, видите, мы ластиком стерли вот здесь вот, волосы стали живее. Теперь мы берем карандашик и можем вот так вот немножко вот сделать потемнее, да? Вот видите, уже мы видим прорисовочку каждый-каждый отдельный волосочек. А если бы вы начали рисовать отдельно каждый волос по отдельности в самом начале, у вас бы ушло на это лет 10. Надеюсь, вам видно на камере. Вот так по отдельности начинаем работать. Это тоже, конечно, нудно и долго, но красота требует жертв. Чайник, выруби, пожалуйста, звук мешает. Я через 5 минут закончу. Так, это я, друзья, не вам про чайник. Я тут в мастерской не один. Тут кипит работа. Папа какую-то рекламу с Васей делает. Костя еще. Так что вот так. Сюда добавим. То есть, принцип вы поняли. Я надеюсь, у вас тоже получится. А у вас 100% получится, потому что я объяснил уже круче некуда. Все показал, рассказал. Так что вот так. Ну вот, друзья, смотрите, что у нас в итоге получилось с молосами. С фоном смотрится очень красиво. Все, друзья, спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok